всем привет сегодня хочу продолжить тему которая была начата в прошлом разговоре потому что получила сообщение получила на личную почту вопросы и сообщил и и получила даже голосовые сообщения по поводу того что недооценивают на работе недооценивают в семье и не могут кто-то не может избавиться от отношений которые уже уже не актуальны которые уже не интересно общаться все переросли друг друга отношений не могут от них избавиться вот получила вопросы поэтому делаю продолжение на эту тему вот рассмотрим ситуацию что если вы считаете что вас на работе недооценивают ваши знания ваш опыт ваше старание ваше умение недооценивают вас или точно также недооценивают вас дома вы достаточно зарабатываете вы очень много в дом вкладываете вы много для семьи делаете вы очень заняты вы устаете но вас недооценивают что происходит вот почему вам кажется что вам так что вот так вам относится все дело в самом себе не в окружающем в самом себе если ты себя уважаешь если ты к себе хорошо относишься если ты себя ценишь свои знания свои умения свое образование свою жизнь самого себя если ты ценишь то тебе абсолютно все равно кто так посмотрел не так посмотрел так оценил или не так оценил ты не зависишь от ты абсолютно не зависишь от какого-то мнения или какого-то отношения к себе если ты сам к себе хорошо относишься никто из окружающих не делает эту атмосферу эту атмосферу ты сделал сам когда ты себя ценишь когда ты себя уважаешь когда ты себе к себе себя любишь к себе хорошо относишься точно так тебя видят люди они не могут тебя видеть по-другому они тебя видят так как ты сам себя видишь наше окружение это наше зеркало если вы видите что вас недооценивают вы смотрите свою это вы в людей в окружении смотритесь как зеркало как будто бы это видите себя если ты сам на месте если ты сам с собой в аду если ты сам себя уважаешь тебя также люди видят они точно также к тебе относятся как ты относишься к тебе с к себе сам а не зависит если ты уверен в себе в своих знаниях тебе все равно как кто-то из коллег про тебя подумал тебе абсолютно все равно даже ты уверен в том что ты делаешь это зависит от самооценки посмотрите на себя только на самом на саму себя когда низкая самооценка это видно вы ее излучаете вы ее показываете поэтому так относит поэтому недооценивают люди потому что ты сам себя недооценил у тебя очень занижена самооценка поэтому людям она бросается в глаза это заниженная самооценка люди не виноваты тебе самому с собой надо поработать тебе самому в своих глазах себя надо увидеть какой я что я из себя представляю сколько я делаю сколько я работаю и почему я такую беру на себя ношу разобраться самим собой вот как только вы поймете что кто вы какой вы и и как что вы из себя представляете точно так вас увидят люди это наше зеркало поэтому не в людях проблема не в окружении проблема у себя самого только самим собой разбираться и и свою самооценку достаточно по свой уровень поднять на что ты заслуживаешь сам как вот ты чувствуешь на что ты заслуживаешь на то и тебя люди видят это вот первая ситуация конечно все упирается в самого себя и вторая ситуация это когда например на работе под кто-то вам напрашивается в дружбу кто-то вам говорит давай пойдем сюда давай приходи ко мне давай я к тебе приду мы вот это сделаем хочет с вами дружить а вам не интересно вы не хотите или допустим вы общались у вас был период когда вам было интересно выходили друг другу а сейчас вы не хотите вот как выйти из этих отношений когда человеку понять что ну нам уже не интересно вот как понять дать человеку опять таки все зависит от самого человека когда-то эту границу вы сами стерли вот ту границу док через которую переходить нельзя в отношениях она у вас была стерта и человек который с вами так к вам напрашивается и хочет дружить и влезет к вам в жизнь влезет к вам душу у вас спрашивает какие-то очень личные вещи эту границу вы стерли и не человек виноват а человек не понимает эта граница была стерта и он продолжает в этой системе с вами общаться поэтому вам у человека в голове даже не возникнет я всегда ей звонил в 9 и в 10 и отправляла смс-ку ли там ему отправляла смс-ку он не отвечал а сейчас он не отвечает вот он такой и пошли какие-то обиды какие-то непонятки какие-то разборки то есть вы сами стерли границу за которую переходить нельзя а теперь хотите ее восстановить прекрасно вы можете человеку сказать допустим вот такое то время я не поднимал ты вот не подняла трубку или что-то я ужинала когда я ужинаю я ни с кем не разговариваю у нас не положено брать трубку когда мы садимся за стол кушать или когда я сама сажусь кушать за стол или допустим после 9 у меня есть свои какие-то процедуры перед сном у меня какие-то вечерние есть ритуалы я делаю я после 9 трубку не беру я не реагирую у меня стоит программа у меня телефон не реагирует и так далее то есть если вы стерли эти границы когда-то у вас были другие отношения вы хотели эти отношения сейчас пришло время все не хочу и жили они себя но эта граница была стерта вам ее нужно восстановить и тогда человек сориентируется потому что человек не сориентировался он не знает он продолжает по накатанной с вами общаться точно так же наверное и вы когда-то говорили ой давай приходи ко мне то есть у вас не было своего личного пространства было открыто для людей давай ко мне домой давай к тебе домой в любое время звони звонили переписывать вот эту границу которую вы когда-то стерли до ее восстановить просто объяснить человеку что после 9 допустим я не беру трубку когда я кушаю мы я не общаюсь ни с кем я наслаждаюсь только едой или когда мой муж приехал пришел домой с работы у нас много есть 100 каких дел нам обсудить или когда ребенок пришел со школы я не могу общаться потому что я со своей семьей то есть восстановите эту границу человеку нужно об этом сообщить потому что человек не знает он дезориентирован и не проблема человека что он навязывается и не как-то не понимает а проблема в том что вы ему не сказали что вы ему не сказали надо сказать и потихоньку эту границу восстановить и тогда человек будет знать вот до этого момента я могу а уже дальше это уже личная территория я туда зайти не могу поэтому это все конечно зависит от самооценки как ты себя сам чувствуешь как ты себя сам ведешь так с тобой и ведут люди люди не виноваты самому к себе надо повернуться посмотреть а я как делаю я где я что я нарушаю то есть только разобраться с самим собой вот я так думаю может быть у вас есть свое мнение если хотите делитесь пишите конечно возникнет такой вопрос а что такое как самооценка что это такое я себя ценю я к себе понимаете если как бы себя цените у вас даже вопроса не возникнет почему ко мне так относятся почему меня недооценили почему вот он не считает что я-то я такая молодец я столько знаю я такое образование хорошее имею я такой пост занимаю а у меня меня в семье не ценят или там на работе я такое образование имея столько хорошая приношу в компанию столько идей а вот меня не ценят это потому что вы себя не цените то есть ваша самооценка низкая Это все только от своей самооценки. Если у кого-то возникнет вопрос, ну вот а что такое самооценка, как ее поднять? Есть конечно, есть определенные методы, которые очень прекрасно работают, поднять свою самооценку, поднять свою значимость для самого себя, не для кого-то, для самого себя. И конечно, вокруг окружение твое поменяется. И на это берется совсем немного времени поднять свою самооценку. У кого возникнет такой вопрос, кому это надо, можете обращаться, написав мне на личную почту, и мы с вами проведем какой-то маленький курс. Я вам расскажу, как я поднимала свою оценку, как я ее подняла и почему мне комфортно жить, так как моя самооценка точно так же ко мне относится, как я отношусь к себе. Но в свое время я тоже свою самооценку просто-напросто подняла, выполняя какое-то определенное упражнение для своего собственного значимости, для своей собственной значимости. Я подняла свою самооценку, выполняя очень простые упражнения. Ну, всех вас обнимаю, до следующих встреч, если у вас какие-то будут вопросы, обращайтесь по поводу самооценки, можете мне написать на личную почту. Всех вас обнимаю, до следующих встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok